С 2012 года в нашей стране живет и работает талантливый музыкант Илья Лунин. Он посвятил свою жизнь самому известному и популярному русскому народному инструменту – балалайке. Инструмент, конечно, на первый взгляд примитивный, но с другой стороны, вот говорят, три струны, как играть? Три струны – это же несерьезно. У гитары хотя бы шесть, у рояля девяносто. Но с другой стороны, скажем, если духовой инструмент, он мелодический, он может исполнять одновременно, извлекать только один звук. То есть по аналогии можно сказать, что он играет на одной струне, а здесь целых три. Тем более, говоря о том, что разная природа звука, то он интересный такой, с тембровой точки зрения инструмент, необычный. Поэтому он такой узнаваемый даже на слух, где бы ни звучала балалайка, всегда узнается, что это именно она звучит, а не какой-либо другой инструмент. Балалайка, она вот такая своеобразная, уникальная, не только по форме, но и по содержанию. Больше всего, наверное, повезло соседям Илье Лунинам. Если они любят музыку, если они любят танцевать, плясать, то по всей видимости к вам они относятся очень дружелюбно. Я надеюсь. Исполняется шутка Дворжика. Исполняется впервые, во всяком случае, в этом составе, в таком виде. И только для вас. Лирические произведения, лирическая музыка тоже звучит очень интересно на инструменте, потому что такой есть прием игры тремола, но мы коснемся, наверное, чуть позже. Ну, то есть аналог смычка, скажем, у скрипки. То есть смычок дает такой вот певучий звук протяжный, да, то если вы играете на инструменте руками, да, непосредственно без смычка, то вы тремолируете, то есть частыми-частыми, так сказать, движениями извлекаете звук, который дает похожий на смычок тембр, да. И вот лирические произведения, вот именно трепетность вот этого вот звукоизвлечения на тремоло, да, на прием тремоло, он такой тоже, он не специфический в том смысле, что у Домры, у Мандолина тоже этот прием есть, но там используется медиатор, да, то есть такое приспособление, да, с помощью которого и извлекается звук. И поэтому звук получается более такой жесткий, более металлический, более такой пронзительный, а у Балалаки он более теплый, такой нежный, потому что звук извлекается непосредственно вот пальцами руками, без всяких приспособлений. Вот такие преимущества, да, вот инструмента. Ну он такой зажигательный, в общем-то, по характеру инструмент, то есть вот такая импульсивная музыка, острая, такая вот танцевальная, да, вот, плясовая, я бы даже сказал, она получается на этом инструменте наиболее выигрышной, ни на каком другом инструменте так характерно, так ярко, вряд ли возможно сыграть такую музыку. Ага, поехали, поехали. Вы работали когда-то вместе с Людмилой Зыкиной. Да, где-то три с половиной года в общей сложности. Это было в середине 90-х годов, там, 95-98. А какой она была в жизни? Она общалась вот с музыкантами? Каким она была человеком? Я с ней общался лично, на самом деле, не так много. Ну, характер у нее такой был, казалось, что она напускает на себя много вот такой важности, вальяжности, такой, как бы, респектабельности, будучи на самом деле человеком достаточно простым, открытым и душевным. Эта балалайка видела саму Людмилу Зыкину. Конечно, мне нужно встать, но я позволю себе все же на этом уроке сидеть. На балалайке играет именно сидя. Давайте я покажу, может быть, как это делает. Первый раз я вам махну, сыграйте ми, а потом первую ля. Окей, сейчас. Сначала вторую струну, потом первую. Поехали. Опять ми. Первый. Вы прослушали каприз Никола Паганини. И все же, на мой взгляд, балалайка, несмотря на свою удивительную музыкальную поэтику, тембр, певучесть и, как говорят сегодня, зажигательность, звучит все реже и реже. Я склоняюсь больше к этой точке зрения, к этому мнению, что инструмент и вообще акустическая музыка, не только балалайка, она со временем будет уходить все больше и больше на второй план. К счастью или к сожалению, трудно сказать, потому что, конечно, электронные средства сейчас музыкальные позволяют делать уже так, что любой инструмент, даже скрипку с традивари, например, можно достаточно адекватно имитировать электронными средствами. Но в каких-то объемах, в каких-то масштабах, конечно, акустическая музыка останется, потому что все-таки вот это живое, именно ощущение того, что это происходит сейчас, в данный момент, что это не искусственное, что это вот сам человек непосредственно, и вот живой материал рождает вот этот звук, оно никогда интерес, мне кажется, вот к этому явлению не пропадет окончательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова